всем привет сегодня наконец-то книг который я с удовольствием могу порекомендовать называется доставляя счастье автор тони шей причем по английскими фамилия как-то пишется хсиях хсиях почему-то шей не знаю как получилось и левая по нас называется книжка то есть доставляю часть от нуля до миллиарда история создания выдающейся компании из первых рук в первую очередь не хорошо тем что она жива правдиво написано хорошо переведена прочитал я буквально за один присест так мне все там по 1 на не очень длинная книга создание запас точка ком это онлайн магазин обуви который был куплен амазоном за 1,1 миллиарда долларов пречи причем то не шей вот этот он еще до успешного обувного магазина прославился тем что продал майкрософту свое детище link exchange это как раз по то ли до 2000 то ли как какой-то такой около 2000 можно бабли как раз продал за 40 миллионов долларов это баннерная рекламная сеть и при этом ему майкрософт пообещал бонусов 25 миллионов долларов если он останется поработать еще год или два но он сказал что 40 нормально 25 еще больше не надо и тут же уволился много внимания в книге уделено волшебной корпоративной культуре запас как они супер чутко относятся клиентам там платья того что им клиенты там звонили на горячей линии пожаловаться на жизнь поставщикам также к сотрудникам они выдают все вау эффект развивают всех потом не шаблонные творческие мыслят супер креативные ребята такие увлеченные скромные решительные вообще волшебные просто все трудновато поверить особенно в то что именно это стало причиной успеха компании и такой крупной продажи первые три года почему они там перебивались от вливания к вливанию увольняли сотрудников причем-то многие даже работали за еду какое-то время а когда продажи составляли уже 30 миллионов долларов тогда вдруг решили что и поняли что чудесная корпоративная культура выведет их на новый уровень здесь я не могу ничего сказать но что у меня нет компании которая продает на 30 миллионов долларов каждый год если у вас есть обязательно напишите в комментариях это ну пообщаемся интересно а может быть у вас компания меньше 30 миллионов а вы прочитаете книгу и она вас сразу выведет на новый уровень вашу корпоративную культуру но сама история жизни тонишей невероятно интересно особенно студенческие годы и первые его заработки он чем симпатичен что он не гнался за деньгами он гнался за тем чтобы ему было прикольно то есть делал то что им было интересно это и делает книгу поучительной я ее вам еще раз порекомендую конце там неплохая глава о счастье довольно точная без лишних теорий ну вот жалко что маленькая хотя есть подвох в конце о нем вот глубокая мысль многие люди всю жизнь гонятся за счастьем типа удовольствия думая что как только они смогут его достичь они займутся увлечением а когда поверь появится увлечение станут искать высшую цель если же основываться на результатах исследований становится ясно что правильной стратегии было бы вначале выяснить какова ваша высшая цель и устремиться к ней поскольку это наибольшей по длительности тип счастья затем добавить слой увлечения а потом еще и счастье типа удовольствия работаете ли вы над тем чтобы каждый день максимизировать свое счастье хороший вопрос я себе его кстати периодически сдаю не может кстати после этой книги но в чем подвох сам тони шей пару лет назад умер в доме который подарил своей любовницы который еще и работал директором одной из его контор и в момент смерти он по моему дом сгорел а то не находился под влиянием всех известных науки психоактивных веществ сразу и очевидно что он был абсолютно несчастье а книгу прочитайте рекомендую что он он не сказал он он и и и и и и и